Тбилиси в роли Гитлера. Нервы Саакашвили не выдержали, и он разогнал оппозицию с шокирующей жестокостью. В больницы попало полтысячи человек, отравленных газом и избитых. Это был не просто разгон митинга, просто заставить людей разойтись и все. Это было просто избиение вот этих митингующих, то есть это было запугивание. Саакашвили и его сторонники в те дни доказывали с пеной у рта, что митинги проплатил беглый олигарх Бадри Патаркацешвили, который скрывается от грузинского правосудия в Лондоне, но жаждет стать президентом. А место ему на нарах. Патаркацешвили признан подозреваемым в заговоре против государства с целью свержения власти насильственным путем. Пройдет всего три месяца после митингов у грузинского парламента, и его привезут в Тбилиси. Теперь уже навсегда. Саакашвили будет праздновать победу. И умер ли олигарх действительно от сердечного приступа, точно неизвестно до сих пор. Он вступил в жесткий конфликт с Михаилом Саакашвили. Это была его ошибка. Эти люди урвали огромные, фантастические деньги. Жили как короли и могли купить себе все. Самые роскошные вещи, любовь и дружбу, власть. Это стоило сделок с совестью, а иногда и жизни. Узнайте тайны крупных состояний, возникших неоткуда, и удивительные истории российских миллионеров. Тело Бадри Батаркацишвили было доставлено из Лондона в Тбилиси 26 февраля 2008 года. Гражданская панихида длилась два дня. Проститься с ним пришло 10 тысяч человек. Он был абсолютно здоров и не мог умереть естественным образом. Его же убили. Я просто без сомнения говорю это. Аркадий Шалвович Патаркацишвили. Родился в 1955 году в городе Тбилиси в религиозной еврейской семье. Окончил грузинский политехнический институт. Основные сферы бизнес-интересов – автопром, СМИ и спорт. Участвовал в выборах президента Грузии в 2008 году. На момент смерти состояние оценивалось в 12 миллиардов долларов. Бадри был крупным меценатом. Однажды заплатил за всю Грузию долги за газ. За свои деньги отремонтировал много зданий и парков в Тбилиси. Помогал старикам и тяжело больным. И в толпе скорбящих было немало людей, которым он оплатил дорогие операции на сердце. Бадри был очень хорошим человеком. Он очень любил Грузию. И люди верили в него и любили его. Но собственное сердце олигарх спасти не смог. Несмотря на состояние в несколько миллиардов долларов, лучших врачей и безграничные возможности в борьбе за здоровье. Он умер в Лондоне при невыясненных обстоятельствах. Официальная версия гласит, что это был сердечный приступ. Миллионер вдруг потерял сознание и рухнул на пол своего роскошного дома. Внезапная сердечная смерть. Медицинский термин. ВСС. Отец Бадри Патаркацешвили умер также в 48 лет. Страх повторить его судьбу висел над Бадри всю жизнь. И он приложил немало усилий, чтобы его сердце изучили лучшие врачи. Но 13 февраля 2008 года ушел в мир иной, оставив лондонской полиции еще один глухарь. Уголовное дело о внезапной смерти заезжего миллиардера. Последний, кто его посетил, был Борис Абрамович Березовский. И вот, достаточно много общаясь с этим человеком, я могу сказать, что это именно тот человек, после визита которого сердце могло отказать у каждого. В начале нулевых Павел Лунгин снял фильм «Олигарх», в главном герое которого все узнали Березовского. Ну, вы знаете, вот я никогда не катался на слоне, и как бы это совершенно выпадает из моего представления о жизни. В то же время я считаю, что если там человеку нравится кататься на слоне, он имеет право это делать, и даже в белом костюме. Вот белый костюм тоже никогда не носил. Больше всего нравится мне образ Ларри. Вы знаете, я работаю начальником станции цеха обслуживания «Жигули» в Уиллесе. С моей точки зрения, это очень близко к реальному образу моего друга. Бадри был образцово-показательным советским человеком, подающим большие надежды. После Политехнического института работал на Тбилисском комбольно-суконном комбинате. Активно продвигался по комсомольской линии и дорос до заместителя директора комбината. Если бы состоялся, продолжился бы Советский Союз, то Бадри, возможно, возглавил бы какие-то государственные советские органы в Грузии. Но обстоятельства сложились так, что все изменилось, и он пошел в другую сторону. Грузия всегда была особым регионом Советского Союза. Грузин означало «богатый». Здесь была рекордная концентрация цеховиков, невероятная коррупция, цвели всевозможные бизнесы. И все были абсолютно довольны. Руководство республики было в доле, воры в законе держали порядок лучше силовых структур. Аркадий Патаркацешвили, который начал ковать состояние на станции техобслуживания, был винтиком большой системы, но быстро, как говорится, забурел. Очень прибыльная работа, очень прибыльная. Черный наук во всю, на рубеже 90-х годов. Жигули – это предмет роскоши, именно роскоши. Несколько жигулей, у тебя квартира в Москве. Ремонт там десятка-пятнадцати жигулей, и ты уже имеешь достаточно денег, чтобы быть королем в Грузии. Предприемчивый Патаркацешвили попадает на вас, где знакомится с человеком, который перевернет всю его жизнь. Борис Березовский имел ученую степень доктора физико-математических наук и сумел внушить руководству завода, что делать жигули – это одно, а вот продавать – совершенно другое. И без его талантов тут не обойтись. Березовский обещал, да, но помимо того, что мы будем продавать автомобили, мы же будем вкладывать, мы купим новые линии и прочее, 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 прочее. Березовский берет в компаньоны Бадри, и первые свои миллионы они сделали на продаже жигулей. Бадри занимался финансами, а Баб придумывал хитрые комбинации, вертелся в высших эшелонах власти и плел политические интриги. В результате ряда хитрых финансовых операций Березовский получает контрольный пакет акций ВАЗа. Поразительный симбиоз. Человек, который генерировал идеи, специфические, конечно, идеи Бориса Абрамовича Березовски, человек, который был готов очень оперативно и эффективно выполнить любое поручение. Бадри и Баб боготворили друг друга. Патаркацешвили открыто называл своего партнера гениальным и говорил о нем как женщина, ослепленная любовью. А циничный и очень хитрый Баб увидел в Бадри надежного человека, которому доверил свой огромный кошелек. Уверенный в том, что Патаркацешвили не способен на воровство и предательство. И очень многие экономические проекты, которые приносили миллионы и потом миллиарды стали приносить, это больше заслуга Бадри, чем Березовского. Помню, Березовский говорил в моем присутствии, у меня денег нет. У меня планы, проекты, идеи, а деньги все вот у Бадри. Прямо так сказать, кладя руку на плечо Бадри. Баб придумал, а Бадри реализовал несколько криминальных схем торговли жигулями, которые набивали их карманы, но заводу от этих денег ничего не доставалось. Автобус не только не богатеет, а идет в минус. Предприятия скапливаются долги. Впереди у них будет еще немало грандиозных дел. Баб и Бадри станут миллиардерами. Но на виду будет только Березовский. Патаркацешвили всегда будет в тени. Никаких интервью, никакого пиара. Главным для него были деньги и вывод их за пределы России. Его можно назвать королем офшорного бизнеса в России, потому что практически весь его бизнес мгновенно уходил и растворялся в офшорном пространстве. Патаркацешвили абсолютно теневой человек. Если вот 50 человек с осенней слякоти вошли в помещение, и вы обнаружили только 49 следов, значит 50-й был Патаркацешвили. Но в нулевые Бадри вдруг замелькал на телеэкранах. Он вернулся в Грузию и стал там человеком, чье мнение было самым авторитетным. А в России тем временем суд по ходатайству генеральной прокуратуры выдал санкцию на его арест по делу о хищении двух тысяч автомобилей и мошенничестве на автовазе. Предварительным следствием принимаются все меры к отысканию собственности, недвижимости этих людей для наложения ареста, чтобы в дальнейшем по суду все это было возвращено тем, у кого было похищено свое время. Но Березовский и Патаркацешвили отвечают, что ни в чем не виноваты, и это политический заказ их врагов. Он чувствует себя хозяином Грузии и ничего не боится. Власть в республике на его стороне. Надо проверить сначала все документы, а потом решить вопрос об экстрадиции. Бадри выигрывает в Грузии все тендеры, подминает под себя один бизнес за другим, становится хозяином 80% телерынка, президентом федерации бизнесменов Грузии и президентом Олимпийского комитета. Денег у него все больше, все прекрасно. Грузинское правительство за какие-то там совершенно смехотворные цены много передало ему государственные имущества Грузии и земля, и другие там, так сказать, какие-то богатства. Но в стране все больше становилась заметной усталость от многолетней власти Шеварнадзе. И если бы Бадри предложил тогда народу свою кандидатуру, то вполне мог стать новым президентом. Но трон захватил активный министр юстиции. Одно дело Шеварнадзе передает власть яркому молодому трибуну якобы из толпы, это демократия. Другое дело, когда приходит олигарх, я думаю, что Шеварнадзе мог уступить власть Саакашвили, но отдать власть Патерка Саакашвили для него психологически было на два порядка труднее. Бадри и Баб первое время поддерживают Саакашвили. Березовский живет уже в Лондоне, в Россию не суется, так как в отношении него там растет количество уголовных дел. Но в Грузии он частый гость. Саакашвили реально строит демократическое либеральное государство. Но друзья просчитались. Пришедший к власти Михаил Саакашвили объявляет охоту на активы самого богатого жителя Грузии. И Бадри начинает терять один бизнес за другим. Михаил Саакашвили тогда довольно бодро взялся за то, чтобы сконцентрировать под своим контролем весь грузинский бизнес. И стал действовать, что называется, в стиле 90-х, отжимая, рейдерски захватывая те объекты, которые принадлежали Бадри и Патерка Сашвили. И оскорбленный олигарх решил поставить наглого Мишеко на место. Используя мощный информационный ресурс, свою телекомпанию и меди, он открыто выступил с разоблачениями новой власти. Обвинил Саакашвили в тотальной коррупции и установлении полицейского режима, который душит частный бизнес и свободу слова. Назвал, в принципе, честно назвал вещи своими именами. Поднял флаг борьбы политической против Саакашвили. Да, я заговорщик. Но заговор состоит в том, что страна не должна возвращаться туда, где она была, чтобы я вновь не увидел ту кровь и несчастье, которые были в моей стране. К сожалению, опасность этого существует. Летом 2006 года грузинский телеканал «Имеди», принадлежащий миллиардеру Бадри Патаркацашвили, призвал людей выходить на улицы и пытаться влиять на политическую ситуацию. Олигарх объявил Саакашвили уже открытую войну. Я считаю, что недовольство будет очень скоро. Ну, Саакашвили как такой в определенной степени амбицированный маразматик, конечно, не мог допустить, чтобы рядом с ним стоял человек более сильный. Поэтому потом Саакашвили начал делать все, чтобы выдавить Бадри из Грузии. Бадри понимал, что скоро его просто арестуют. Вывел большую часть бизнеса из Грузии и уехал в Лондон. И началось. Осенью 2007-го бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили заявил, что Саакашвили призывал его убить олигарха. Я не ответил ни нет, ни да, попросил время для размышления. Я понял, что это капкан. Если бы я исполнил это поручение, то на следующий день избавились бы от меня. Бадри оказывается в Лондоне рядом со своим другом Борисом Березовским, которого тянет в бой и масштабные геополитические интриги. То он поддерживает оранжевую революцию на Украине, то мечтает свергнуть президента России. И Бадри, как делал это всю жизнь, тормозит сумасшедшего друга. Нормально здравомышлящий человек сказать, что он может организовать в России военный переворот и захватить власть, сместив президента России, навряд ли кто-то. Березовский мог такую программу озвучить. Бадри заземлял его. Вот он его на землю ставил. Но проходит совсем немного времени, и Бадри совершает роковую ошибку. Он, человек, который всегда любил вертеть большие дела в тени и тишине, вдруг заявляет, что будет участвовать в выборах президента Грузии. И обещает грузинам после свержения Саакашвили счастливую жизнь. Я готов оказать поддержку из своих личных средств. Я готов заплатить за каждую семью в Грузии. Взять на себя все расходы на электричество, на газ и на водоснабжение, пока не будет уверенности, что все тарифы рассчитаны честно. А в следующем году скуплю весь урожай винограда и цитрусовых. В Грузии его очень уважали, потому что это действительно был состоятельный взрослый человек. А Саакашвили кто такой? Это шпана, вот по сравнению с Бадри, это просто плесень какая-то. Зачем очень хитрый и мудрый Бадри полез в политику и начал делать вещи, которых сторонился всю свою жизнь? Скорее всего, его душила обида. Из-за Саакашвили он вынужден был покинуть любимую Грузию. И немалую роль сыграло подзуживание демонического баба. Ну вот посмотри, если Миша Саакашвили может быть президентом, то ты-то уж, ну, на 10 голов выше. Вот. Потом там типа, ну не стыдно тебе, имея такие огромные возможности, вот не принять участие в выборах и не убрать вот этих вот сопляков, которые грабят страну там и прочее и прочее. Между тем, Бадри мог прекрасно жить на огромные деньги, которые заработал еще в 90-е. И больше уже ничего не делать. К концу жизни состояние олигарха оценивали в 12 миллиардов долларов. И многие говорят, что сумма эта весьма занижена. Состояние Патаркасашвили больше, чем весь бюджет Грузии. В общем, весь бюджет этой страны. Одной из слабостей Бадри Патаркасашвили была вкусная еда. Как всякий уроженец Грузии, он любил пышно накрытые столы и свою национальную кухню. Назначал себя томодой и восхищал всех философскими тостами. Все блюда, которые ел ежедневно Бадри, стоили огромных денег. Он имел целый штат поваров самого высокого уровня. Еда была важнейшей частью жизни олигарха. Самое, наверное, четкое определение, которое определяло всю линию поведения Бадри. Он был гедонистом, то есть человек, который любил жить для собственного комфорта. А в конце 90-х грузинские блюда на столе миллионера потеснила итальянская кухня. Бадри владел в Италии несколькими фермерскими хозяйствами, где делали превосходные вино, маслины и масло. Он мог послать самолет за сыром, за моцареллой в Италию. То есть пустой борт сел и полетел, чтобы привезти полкило сыра. Страсть к поглощению деликатесов и бесконечные застолья нанесли фигуре олигарха заметный ущерб. Но Бадри толстым быть не хотелось. И в борьбе за подтянутый живот он решился на масштабную липосакцию – удаление жира хирургическим путем. Бадри мне рассказывал, ну и другим, конечно. Не одному мне, что вот он в Швейцарии был, сделал там себе операцию, от всего лишнего жира избавился, вырезали как бы все ему. Под Аркацешвили был обладателем поражающей воображения недвижимости в разных странах. Вилла во Франции, огромный особняк в Лондоне, поместье в Италии. Но самым любимым для него домом всегда была Аркадия – бывший дворец бракосочетания в Тбилиси, который он обустроил с королевской роскошью. Как может грузин не стремиться к роскоши? Скажите мне, как? Это я говорю, то есть стремление к роскоши – это как бы то же самое, что стремление к криминалу. Это вот неотъемлемая часть. Такая страсть к роскоши свойственна, как правило, людям, которые были рождены в ужасной бедности. Родители Бадри были нищими евреями. Фамилия Под Аркацешвили трактуется как сын маленького человека. И Бадри сделал все, чтобы это никогда потом не вспоминали. И он выглядел как человек, в родословной которого были исключительно грузинские князья. И Березовский, и Бадри, они очень активно использовали вот эту мифологизацию своих личностей. И они все время их подогревали. Вовремя сказанное слово или вовремя недосказанное слово. Создавало вокруг них образ загадочный, непобедимый и недосягаемый даже для правоохранительной системы. Ребята во дворе не упускали возможность унизить Бадри, но он никогда не дрался, реагировал на все нападки спокойно. Уже в детстве было видно, насколько Под Аркацешвили устойчив к любым стрессовым ситуациям и какой обладает выдержкой. Бадри в силу там кавказского и еврейского характера был человеком достаточно закрытым, был очень волевым. Он никогда в общем и не скрывал, что он у Березовского некое такое силовое плечо. То есть вот он охотно брал на себя решение каких-то вопросов в достаточно скользких сферах, в пересечении каких-то интересов. Это была его стихия. Они вместе бывали на встречах с представителями криминального мира. Кто-то из бандитов был их партнерами, кто-то, что было чаще, просто хотел силой отнять часть их несметного богатства. Березовский вел себя на таких встречах неправильно. И если бы не Под Аркацешвили, его не раз могли пристрелить. Был случай, когда Березовский встречался с какими-то из воров в законе и кинулся на них с мацерной руганью. Ну то есть вот как бы это неправильно. С этого не начинают переговоры. Бадри удалось, удавалось выходить из самых сложных ситуаций. Ну, собственно, тогда он и получил свою известную кличку Бадай, означающую, что он на самом деле является очень классным переговорщиком. В начале 90-х Бадри и Березовский создают автомобильный всероссийский альянс, или сокращенно Авва, и обещают сделать народный автомобиль. Заполнить рынок дешевыми, комфортными машинами, которые будут доступны всем. Предложил начать строить в России рынок продажи автомобилей. Это можно было сравнить с пирамидой, только они, конечно, как более люди, грамотные и экономически подготовленные, сделали гораздо умнее. Баб и Бадри придумали, что деньги на новый завод, который будет выпускать дешевые автомобили, должен собрать народ. Авву поддержал президент страны. Учредителем был АвтоВАЗ. Да, был создан какой-то инженерно-технический отдел. Кстати, им руководил тот же Бадри Патрио Цишвили. Но он ничем не занимался. Никакого эффекта, собственно, от этого не было. Никакого народного автомобиля не сделали. Березовского посуду! Березовского посуду! Купивших акции Аввы просто кинули. Дешевых автомобилей страна не получила. 50 миллионов долларов за вычетом небольших организационных расходов Бадри и Баб положили в свой общий бездонный карман. Они были, конечно, аферисты. С очень хорошо подвижной психологией, с подвижными мозгами. Это время, когда конкуренты заказывают друг друга. Во все бизнесы лезут бандиты. Логоваз, конечно, тоже не мог остаться в стороне от криминального мира. Бандиты хотят доить предприятие, угрожая физической расправой руководству. Воруют целые партии машин. Они даже в самом цехе могли отнимать автомобили. В самом сборочном цехе. Криминал, в значительной мере, участвовал в продаже машин, в распределении, в прибыли и так далее. Под Аркацешвили принимает решение создать собственную охранную структуру. По сути, боевой отряд готовый к отражению атак ОПГ. Ее сотрудниками становятся лишившиеся работы силовики. Это, как правило, либо работники девятки охраны бывшей, либо силовые подразделения типа «Вымпела», «Альфа» и так далее. То есть они подбирают в себе людей, которые всю жизнь учили одному убивать, взрывать и вести тераперации, террористические операции на территории предполагаемого противника. Бадри и Березовский быстро расширяют список обязанностей сотрудников своей службы безопасности. Они начинают заниматься прослушкой и слежкой за конкурентами и врагами, запугивать, прессовать. Словом, ведут себя так же, как бандиты. Бадри совершенно хладнокровно, может быть, не лично, но у него были люди. Да, Бадри не гнушался, вот так говорят, мокрыми делами, совершенно спокойно, холодно, просто так нужно для дела. Это было в порядке вещей в 90-е годы, и Бадри Шалович это делал. В сентябре 93-го произошло событие, которое насмерть напугало Баба, Бадри и других олигархов. Гаранты их стабильности Бориса Ельцина попытались свергнуть с трона. Страстно желающие этого депутаты Верховного Совета засели в Белом доме, и выбивать их оттуда пришлось, развернув в центре Москвы боевые действия. ВЫСТРЕЛЫ Пройдет совсем немного времени, и Березовский проникнет на прием к удержавшему власть президенту и убедительно нарисует ему страшную картину. Еще раз такое случится, и Ельцин высокий пост потеряет. Его просто сметут вместе с командой, куда входят все-все самые близкие родственники и близкие приближенные бизнесмены, что народ против него, и Ельцин-то знал, рейтинги тогда 2-3-4 процента были всего-навсего. Для того, чтобы рейтинг стал выше, и Ельцин победил на следующих выборах, нужен, внушил ему Березовский, подконтрольный президенту и его ближнему кругу, мощный информационный ресурс. И Ельцин в ноябре 1994-го подписывает указ о создании общественного российского телевидения. Основными акционерами канала стали компания «Логоваз» и Объединенный банк структуры «Баба» и «Бадри», и несколько банков других всесильных олигархов – Смоленского, Ходорковского, Фридмана и Авена. Контрольный пакет 51% остается за государством, остальные акции распределяются между несколькими компаниями. Все понимали, что политика Ельцина может привести к смене власти, и вместо Ельцина придут коммунисты. Вот на этой почве они все очень серьезно сдружились. ОРТ было для Березовского площадкой для тотального влияния на политику в государстве. Рулить финансами он ставит верного Бадри. В жизни Патаркацешвили начинается новый этап сумасшедшего обогащения. Тебя на эфир пустят за 50 тысяч долларов, тебя только за 100 тысяч долларов и так далее. Цены утверждал только Бадри. И только деньги шли через него и только с его ведом. Березовский и Патаркацешвили долго тасуют колоду с кандидатами на пост генерального директора ОРТ. В итоге Березовский убедил своего друга назначить на высокий пост популярного телеведущего Владислава Листьева. Добрый вечер всем. Доброй ночи. Доброй ночи. Листьев устроил на ОРТ большие перемены. Закрывал программы, которые казались ему неуспешными, увольнял людей. Но главную революцию затеял в отношении рекламы, которая стоила тогда фантастические деньги. Возле рекламных миллионов терлось слишком много людей. И Листьев решил взять эти потоки под единоличный контроль и пускать их на развитие канала. За деньги от рекламы на ОРТ борется несколько человек, готовых пустить реки крови. Листьев начинает получать угрозы. Но Бадри и Баб уверяют его, что нужно идти до конца. И настаивают на принятии решения о приостановке размещения рекламы на канале. Сначала обсуждался месяц, потом обсуждался 4 месяца, я помню. Но так или иначе, речь шла о том, чтобы понять, вот в чем состоят эти авгивы конюшни, вот в чем состоит этот ужасный хлев. 1 марта 1995 года Владислава Листьева убили. И это стало шоком для миллионов жителей России. В то время часто убивали разных бизнесменов и банкиров. Страну держали в страхе десятки ОПГ. Но чтобы застрелили всенародно любимого телеведущего, это казалось просто немыслимым. И люди обвиняли в этом страшном преступлении власть, которая не может навести в стране порядок. Там ложь по информации, вы понимаете? Заблуждение. Заблуждение водит еще людей. Березовский и Патаркацышвили держались на похоронах Владислава Листьева в тени. Такое впечатление, что оба не хотели попасть под прицелы камер, давать интервью, что-то говорить у гроба. Вся Россия хотела знать, кто заказал убийство журналиста. И Баб, и Бадри понимали, что подозрение может пасть на них. Что и случилось. Я глубоко уверен, да и знаю по ряду материалов, что убийство Листьева заказал Борис Березовский. Вообще, у него руки в крови, как и у многих других олигархов. Больше, чем нужно. Хотели качать очень хорошие деньги. Влад Листьев, естественно, стал такой преградой. Но другие говорят, что Баб и Потаркацышвили с большим уважением относились к Листьеву и убить его не могли. Тем не менее, после смерти телеведущего Бадри стал на ОРТ человеком номер один. И получил безграничную власть и контроль над всеми финансовыми потоками. Его фамилию рядовые сотрудники выговорить не могли. И в журнале «Профиль» писали. Бадри визировал все контракты, утверждал заработную плату сотрудникам. И когда какого-то журналиста не захотели взять на ОРТ, тот написал на имя Потаркацышвили заявление, которое начиналось словами «Уважаемый господин Бадре». Это были деньги быстрые, деньги темные, если не черные вообще. Ну и это были деньги, совмещенные с политическим управлением. Круче этого, наверное, только наркоторговля. А потом Баб и Бадри влезли в компанию «Аэрофлот». Это было фирменной тактикой дуэта. Получить за копейки или просто так огромный кусок госсобственности и провернуть несколько криминальных схем, которые фактически разоряли вверенное им предприятие. Когда команда Березовского зашла туда, это было прибыльное предприятие. Когда их оттуда выкинули, это предприятие было с многомиллионными убытками и долгами. А в 96-м Березовский и Потаркацышвили завладели компанией «Сибнефть» и получили четыре крупнейших нефтеперерабатывающих завода России. Березовский под эгидой того, что нужны деньги на президентскую кампанию 96-го года, убедил подписать сначала решение о создании «Сибнефти», а затем выставить его на залоговый аукцион, на которых вместе с Абрамовичем они и выкупили, получив под это дело кредит. Выкупили, конечно же, по остаточной стоимости, за три копейки. Тогда общая сумма, которую они заплатили за «Сибнефть», не превысила и 300 миллионов долларов, а через 10 лет они продали за 13 миллиардов. Березовский внушал всей политической элите, что просто живет в Кремле и имеет тотальное влияние на президента. И вместе с Бадри они захватывали все новые предприятия, которые приносили им миллиарды. При этом все держалось на честном слове. Баб бесконечно доверял своему партнеру. Никаких договоров они на бумаге не заключали. Березовский всегда говорил, что мы Бадри в пополаме. То есть то, что есть у меня, ровно столько же есть и у Бадри. Так устроена мафия. Майдет мафия. Люди же понимают, что... Нет, ну как, ну бумагу... Бумаги ты же все не опишешь. Спустя годы все с интересом будут изучать отрывки из материалов судебного процесса Березовский против Абрамовича. Баб пытался отсудить у бывшего партнера по зимнефти 5,5 миллиардов долларов. И Абрамович рассказал, как был устроен их бизнес. Бадри был в нем просто крышей. Обеспечивал безопасность Абрамовича. Решал вопросы с наездами криминала и должниками. И за это требовал огромные деньги. Учитывая историю наших взаимоотношений и тех услуг, которые он мне оказал в прошлом, я хотел выйти из-под крыши господина Патеркацешвили на дружеской ноге. Дружеская нога обошлась Абрамовичу в 585 миллионов долларов. Британский суд решил, что он своей крышей и бабу больше ничего не должен. Было совершенно понятно, что те действия, которые они предпринимали в 90-х в России, не позволят им не то что сохранить свой бизнес в России, но и просто существовать в рамках новой политической системы в России. К ним слишком много было вопросов со стороны правоохранительных органов. И эти вопросы начали уже звучать. Кольцо сжималось. В Россию, с которой на самом деле Бадри никогда не хотел ссориться, ему поехать было нельзя. В Грузию не пускал Саакашвили. В Лондоне было скучно. И Березовский все время лез в общий карман, требуя денег на свои безумные инициативы. У него был один проект в России. После этого был проект на Украине. Вот. Оба проекта высокобюджетные. Очень большие затраты. И Березовский набирает, допустим, говорит, там, Бадри, мне надо, там, я не знаю, там, столько-то денег, там, миллион, там, 10 миллионов, 50 миллионов. И Бадри, как его друг и компаньон, естественно, ему сразу всегда давал. Сколько вечеров Патаркасашвили провел в одиночестве возле своего камина? Сколько у него было бессонных ночей? Получалось, что для собственной безопасности ему нужно дистанцироваться от Баба. И он начал потихоньку от него отдаляться. Когда Бадри сказал, Боря, все, я с тобой больше не в деле из-за политики, то для Березовского это был сигнал, что может произойти то, что он останется без ничего. В ноябре 2007 года Саакашвили жестоко разогнал митинги людей, которые требовали, чтобы он оставил Грузию в покое. В стране было введено чрезвычайное положение. Бадри Патаркасашвили в это время следит за всеми событиями из Лондона и говорит, что опасается за собственную жизнь. В его охране работает 100 человек, но олигарх не знает покоя. Ты же видишь, какие у меня отношения с Саакашвили. Я тебя прошу, удели особое внимание моим детям, потому что он беспокоился, что сына могут похитить. Бадри прекрасно знает, что Саакашвили способен на убийство. В феврале 2005-го при странных обстоятельствах погиб Зураб Жвани, премьер-министр Грузии, который начал открыто выступать против президента. Он якобы умер из-за утечки бытового газа. Жвания дружил в Патаркасашвили. С Саакашвили они сражались вместе. Они как бы выступали в тандеме в этой политической игре на этой шахматной доске. Его смерть не была случайной, а на самом деле не обошлось здесь без политического убийства. Два врага, Саакашвили и Бадри, стоили друг друга. Патаркасашвили очень любил свою страну, действительно хотел помочь людям выбраться из нищеты и бесправия. Но он был таким же человеком, ради достижения цели, способным на убийство. Глава службы безопасности Березовского Сергей Соколов вспоминает, что в 90-е Бадри просил его убить Александра Коржакова. Он говорит, можно? Я говорю, да можно любого человека. Ну, давай сейчас. Я говорю, мне маршруты, графики, передвижения, когда все это надо. Я говорю, Бадри, а чего Горжакова? Давай сразу Ельцина. Чего мелочиться-то по мелочам? Бадри никогда не проигрывал. Но зимой 2007-го он живет от одного потрясения к другому. Чего только стоил разгром его телекомпании и меди. Выглядело это просто ужасно. Это было безумие у Саакашвили. Когда сначала варварись, положили на пол людей, в том числе беременных женщин, и физически разгромили и меди, все рушили, всю аппаратуру, архив, где очень много было зафиксировано нарушений и преступлений в Саакашвили, его режима, кстати. Этих кассет больше нет. Когда состоялись выборы, все оппозиционные кандидаты в президенты заявили, что их результаты были фальсифицированы. Саакашвили не мог победить в первом же туре. Я думаю, у нас двойной успех. Тройной. Патаркасашвили не вышел в лидеры, но находясь за границей, он тем не менее набрал 8%. Он оттуда заявил, что он потратит последний свой цент для того, чтобы в Грузии закончилась эта позорная диктатура. Но его положение становится все хуже. В прессе появляется дискредитирующая его информация о том, что он нелицеприятно отзывался о президенте России. Он клянется, что всегда выступал за союз, и это просто заговор. Но компромата становится все больше. Имидж олигарха окончательно испорчен. Я не знаю, как это называют, там, любвеобильный. Одни говорят, любвеобильные, другие говорят, там, еще как это называют. Я жена на третий раз. У меня шестеро детей. И, конечно, каждый раз я женился исключительно по любви. Как и Березовский, Бадри очень любил слабый пол. У него было несметное количество романов, случайных и серьезных связей. Но если Борис Абрамович разводился и заключал каждый новый брак формально свободным, Бадри Шалович был двоеженцем. У него два брака одновременно. Одна семья была в Грузии, в Тбилиси. Вторая семья была с ним. Первую супругу олигарха звали Инна Гудавадзе. Они поженились в Тбилиси еще в 70-е годы. И со стороны их семья казалась образцовой. Бадри обеспечил достаток. Две очаровательных дочки, Лана и Ия. Дом полная чаша. Он был хорошим отцом, очень любил своих детей. Уделял им много внимания. Когда Бадри заработал в Москве первые большие деньги, он перевез семью из Тбилиси в шестикомнатную квартиру на Тверской. Инна еще не знала, что со временем ее жизнь станет одним сплошным компромиссом. Ей придется смириться с тем, что муж патологически ей неверен. И у него есть вторая параллельная семья. Ольгу Ивановну я тоже прекрасно жил, но ничего не могу сказать о ней плохого. Очень такая православная русская женщина. Брак с москвичкой Ольгой Сафоновой Бадри заключил в ЗАГСе Санкт-Петербурга в 1997 году. Они уже давно жили вместе. Говорят, что узаконить этот союз Бадри помог бизнесмен и по совместительству криминальный авторитет Константин Яковлев по кличке Костя Могила, один из неформальных отцов города. Дело было нечисто, ведь с первой грузинской женой Патаркацешвили не развелся. Ну, так, видимо, жизнь сложилась, что все мудро на это закрывали глаза. Ну и, видимо, были согласны с этим. Молчаливое такое согласие. У Бадри и Ольги родился сын Давид, который очень походил на своего отца. Мальчик прекрасно учился. Сначала делал большие успехи в Москве, потом его отправили в Лондон. Ольгу все считали официальной женой миллионера. Про грузинскую почти забыли. Но на похоронах Патаркацешвили его первая супруга Инна Гудавадзе заявила, что ничего до смерти мужа о существовании у него сына не знала. И между двумя вдовами началась страшная грызня за фантастическое наследство олигарха. Никто не обладал знанием, где, собственно, эта бизнес-империя и какой масштаб она имеет. Для этого приходилось нанимать чуть ли не специальных людей, которые разыскивали эти офшоры, которые создавали на ощупь буквально эту империю, чтобы наследники могли получить и реализовать свое право наследства. Бадрис оставил свое завещание, когда был кандидатом в президенты Грузии. И в начале его говорится, что он опасается быть убитым после выборов. А дальше он повелевает распределить свои активы так. Подлинность завещания вызывает большие сомнения. Оригинал документа со временем исчез. Первая жена не знала, где искать активы Бадри, поэтому вступила в союз с Березовским и судилась за лишение прав наследства второй семьи. После долгих разбирательств брак с Ольгой Сафоновой был признан недействительным. В ситуации, когда лицо состоит в зарегистрированном браке, это лицо не имеет права заключить другой брак. В данном случае это имело место. Деньги кровавые, полученные путем ограбления половины России, я не считаю, что благородно эти деньги отдать было бы какому-то там Давиду или не Давиду, Борису Абрамовичу или Абраму Борисовичу. Кровавые деньги благородно отдать только в одном месте, в бюджет Российской Федерации. Почему вдруг зацикленный на своем здоровье олигарх умер от сердечного приступа, эксперты гадают до сих пор. Одни говорят, что это дело рук Саакашвили. Саакашвили понимал, что проиграв выборы в январе 2008 года, Бадри Патаркацешвили уже, что называется, не опустит руки, будет продолжать борьбу. Он найдет общий язык и с организаторами цветных революций, и с Западом, и с теми, кто может его реально поддержать. Многие кивают на друга Бадри Березовского, которому очень нужны были активы Патаркацешвили. Ведь баб в последние годы жизни сливал миллионы почти в беспамятстве, а Бадри ему мешал. После смерти Бадри Березовский занялся тем, что отсудил у семьи Патаркацешвили несколько предприятий и, продав их, немножко оттянул собственный конец. Но в итоге все равно он закончил жизнь банкротом с долгами в 300 миллионов фунтов стержнем. На похоронах Патаркацешвили влиятельные люди шептались, что его прикончили британские спецслужбы. И использовали для этого весьма хитрый способ. Ультразвук частотой ниже 10 герц, вот просто ультразвук, он может вызвать такие изменения в организме, которые могут повлечь за собой вот в самую вот эту внезапную сердечную смерть. Пройдет совсем немного времени, и в ванной другого лондонского особняка будет найдено тело повесившегося или повешенного Березовского. Так закончится жизненный путь двух друзей и партнеров, которые урвали невероятные, просто дикие деньги, но были довольны и счастливы совсем недолго. Эти люди урвали огромные, фантастические деньги, жили как короли и могли купить себе все, самые роскошные вещи, любовь и дружбу, власть. Это стоило сделок с совестью, а иногда и жизни. Узнайте тайны крупных состояний, возникших неоткуда, и удивительные истории российских миллионеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова